В Вашингтоне состоялась официальная церемония подписания исторического торгово-экономического соглашения между США и Китаем. Соглашение призвано снизить напряженность к китайско-американской торговой войне, которая продолжается последние полтора года. В торговых соглашениях и торговых войнах какие-то обе стороны или несколько стран выдвигают в отношении друг друга какие-то ограничения, притязания, условия. Так вот, одним из условий со стороны США является обязательная закупка Китаем сельскохозяйственных продуктов на сумму 200 миллиардов долларов. Здесь мы имеем то же самое, примерно. Такие выдвинутые условия для того, чтобы поправить положение как в торговом балансе, в кратчайшие сроки, цель эта преследуется, поправить положение фермеров, прежде всего сельскохозяйственных организаций в самой Америке, дать и возможность быть более конкурентоспособным, так, то есть здесь решаются несколько задач. Ну, первая задача, которая сейчас стоит перед американской экономикой, срочно, в кратчайшие сроки, ужасающие, отрицательные торговые, сальдо поправить. Отметим, что торговые споры между США и Китаем ведутся на протяжении последних двух лет. Они начались с того, что Трамп обложил дополнительными пошлинами китайские товары. В ответ на это Пекин предпринял аналогичные шаги. Китай становится глобальным конкурентом, стал Соединенные Штаты Америки на мировых рынках. И, как известно, это, конечно, не устраивает транснациональные корпорации, которые сами их приложили в руку, выращивая китайских, будем говорить так, уже теперь транснациональные корпорации. Этот спор связан с глубоким противоречием на мировых рынках между корпорациями Соединенных Штатов Америки и Китая, которые уже могущество определенное приобрели. Одна из причин возникновения этих споров заключается еще в том, что со временем за счет развития реального сектора экономики Китая, уменьшения этой доли в самих Соединенных Штатах Америки, возникли перекосы макроэкономических показателей. Ну, как известно, у Соединенных Штатов Америки в результате таких процессов негативный торговый баланс сложился и даже платежный баланс. То есть Соединенные Штаты Америки больше импортируют китайские товары, чем сами экспортируют американские товары в Китай. Но как же соглашение США и Китая повлияет на российский экспорт? Мы сейчас ровно имеем столько китайских товаров, сколько это выгодно Китаю на сегодняшний день. Выгодно будет больше производить, поставлять и больше будут реализовывать. Мы так не считаем. Ничего такого резкого не произойдет в связи с потерей доли на американском рынке, китайскими товаропроизводить. Россия не компенсирует. Обсуждение второй фазы торгового соглашения должно начаться сразу после подписания первого документа. В ходе второго этапа планируется согласовать дальнейшее снижение пошлин. Лилия Талипова, Ленаж Довлетьяров, Универньюс.